Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Итак, еще раз здравствуйте, Антонина. Доброе утро. Ну и, наверное, такой первый открывающий вопрос. Во-первых, поздравляем вас с назначением сопредседателем. Первый вопрос. Почему такие изменения вообще в руководстве понадобились? Господин Путнис решил уйти из поста руководителя? Ну, у нас уже как бы лето было, лето перемен. Потому что Роберт решил уйти сразу после выборов. По крайней мере, он предложил созвать неочередной конгресс. После выборов, извините, в Сейм или в Европарламент? В Европарламент, да, сразу в конце мая. По его словам, он взял на себя политическую ответственность за, скажем так, не очень успешный результат выборов. Особенно в Европарламент. Потому что выборы в Сейм мы не считаем неуспешными. Вот. От выборов в Европарламент были более высокие надежды, потому что рейтинги показывали другую картину. Вот. И, в принципе, проведя такой марафон от Роберта, уже, как говорится, уже сделал максимально все, что мог. Посчитал, что время дать управление новой команде. Вот если мы говорим о партии прогрессивные, ну, будем исходить с того, что какая-то часть наших радиослушателей не очень в курсе каких-то программных установок. Все-таки, если можно было так вот в нескольких словах определить, вот, не знаю, идеологию прогрессивных, какое место на политической сцене вы занимаете? Я понимаю, что все очень относительно. Сейчас, наверное, нет в чистом виде ни либералов, ни консерваторов. Ну, вот, тем не менее. С нами в этом плане проще, чистых или нечистых, потому что мы достаточно четко определяем, что мы социал-демократы и зеленые. Да, то есть это современные зеленые, они, в принципе, все социально ответственные, да, поэтому одно другое совершенно не исключает. У нас достаточно четкие социал-демократические позиции. Программа вся в этом ключе написана. И, да, так что в этом плане у нас нет сомнений. Нет такой вот, ну, не знаю, опасности, не опасности, может быть, сомнений в том, правильно ли вы выбрали вот этот вот ракурс, поскольку мы знаем, что на политической сцене есть и социал-демократическая партия, крупное согласие, есть у нас и, в принципе, тоже частично перекрещиваются либералы, есть у нас зеленые, правда, в такой причудливой комбинации зеленые крестьяне, это, наверное, какой-то мировой ноу-хау, но, тем не менее, они весьма успешно стартуют на всех выборах и муниципальных, и сеймах. Конечно, последние выборы всем показали, что уже зеленые крестьяне переживают не самые легкие времена, тем не менее, в парламенте они представлены. Мы же понимаем, что на самом деле у нас нет ни социал-демократов, ни зеленых, если с точки зрения чистой идеологии. Мы, конечно, тоже не настаиваем на то, что у нас должна быть чистая идеология по учебнику, но принципов надо придерживаться. Для того, чтобы нашему избирателю элементарно было понятно, какой бы вопрос ни стоял на повестке дня, как мы проголосуем или что мы будем делать. То, что мы видим сейчас, как бы партия себя ни называла, это не отображает ее настоящую идеологию и не отображает те решения, которые они принимают. Поэтому на самом деле социал-демократы в Латвии сейчас только мы и зеленые в Латвии сейчас только мы по программе. Другой вопрос, что это, опять же, не какая-то классическая совсем, мы не зря добавляем новые социал-демократы, новые зеленые, потому что определенное вот это прогрессивное движение, которое сейчас и оно во всей Европе набирает популярность, оно все-таки говорит о том, что, да, ценности, а не социал-демократические, но мы смотрим на современные реалии и стараемся следовать времени. Ну вот, кстати, из этого тоже следует вопрос, потому что вы и сами упомянули не самые, к сожалению, для вашей партии, не самые хорошие результаты на выборах в Европарламент. Вам не кажется, что, особенно учитывая последние веяния политические и вообще мировые, когда идет опять ухо он обратно в консерватизм, в антиглобализм такой, ну здесь можно вспомнить и победу Дональда Трампа в Америке, и победу вот сейчас Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании и так далее, и так далее. Он, правда, ненадолго пришел, да? Ну, да, да, но тем не менее. Победа не значит успех. Да, и тогда вам кажется, что вот у вас, особенно для Латвии, очень-очень прогрессивные, несмотря на ваше название, взгляды, вы не боитесь, что отпугиваете таким вот образом какую-то большую часть избирателей от себя? Такое может быть, но мы этого не боимся. Нам кажется, что самое время для таких прогрессивных взглядов, потому что поколение, которое уже, скажем, выросло в современной Латвии независимой, и поколение, которое сейчас растет, да, и становится совершеннолетними, они как раз-таки не видят для себя вообще никакой политики в Латвии. То есть той политики, которая бы представляла их интересы и ценности. Политика настолько сильно отдалилась от народа, если мы сравниваем там с Балтийский путь еще, когда все вовлекались, да, настолько сильно отдалилась от народа, что мы видим, что доверие парламенту, какое у нас, да, неважно, кого там они выбирают в итоге, но доверия ни парламенту, ни кабинету министров у нас нету, потому что политика стала, ну, чем-то для определенных элит, да, что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся вернуть политику людям, то есть если мы хотим строить демократическое государство, мы должны делать все для того, чтобы люди максимально вовлекались в политику и не игнорировали ее. И наши результаты на европарламентский выбор, они, к сожалению, подтверждают ту проблему, которая есть. Не идут и не участвуют, потому что считают, что зачем нам пойти за этих 8 человек богатую пенсию, там, пойти голосовать. То есть хотя на самом деле у евродепутата есть много возможностей и рычагов влияния. Вот нет такого ощущения, что вы оказались, ну, пока не мере, вот до сих пор определенными заложниками двух, не знаю, особенностей латвийской политики. А первый, вы уже сказали, что часть, не хочется называть электораты, часть избирателей, то есть те, кто имеет избирательное право, им не пользуются, в том числе молодежь, на которую вы тоже ориентируетесь. И второй аспект, ну, он присутствует уже на протяжении последних почти 30 лет, это вот, к сожалению, такой национальный аспект. Мы не должны забывать, что у нас партии, кроме того, что они делятся там, ну, условно, конечно, как мы констатировали, консерваторы, социал-демократы, зеленые крестьяне, они, к сожалению, еще зачастую делятся по национальному признаку, не всегда об этом говорят, но, в принципе, мы все понимаем, о чем идет речь. Вот что с этим делать, с этими двумя аспектами? Во-первых, неактивность, прежде всего, молодежи, на которую вы ориентируетесь, и, второе, вот этот вот национальный аспект, как преодолеть вот эти вот границы. Я начну, наверное, со второго, потому что мы много говорим о том, как заинтересовать, голосовать молодежь, но про этот аспект этноголосования, или зависимости от вот этого этноразделения партий, в Латвии я много думала, даже писала когда-то в журнале, обсуждали, что делать с этим. И в Латвии, мне кажется, невозможно ничего другого сделать, кроме как действительно создавать неэтнические партии, не построенные на том, и не поддаваться, как мы считаем, провокации, скатываться снова в этот дискурс. Мы видели, европарламентские выборы очередной раз показали, как быстро и легко можно скатиться на вот эти вот этнические разборки. Меня радует, что у нас появляются действительно идеологические партии. Те же самые вот новые консервативные, они хотя бы действительно консервативные, да, то есть они соответствуют своей названной идеологии. Потому что до этого у нас вообще партия ни одна не соответствовала тому, что она пишет себя в заглавии, да. И мы считаем, что если мы действительно придерживаемся и на самом деле игнорируем это этническое разделение, когда начинают, а вы за кого, за тех или за других, да, то есть в принципе любой ответ можно найти в наших принципах. Мы не разделяем, это видно в нашем руководстве партии, да, это видно не только в руководстве, но даже сейчас вот у нас направление, это же не только я, какой-то там представитель, да, в партии, у нас направление очень разношерстная команда баллотировалась и даже избрана была, да. То есть в принципе мы вот пресс-релизы стараемся всегда на двух языках публиковать, да, что мы не разделяем, мы считаем, что, как мы в Риге многократно заявляли со всеми этими коррупционными скандалами, что у коррупции нет национальности. Потому что, чтобы, когда уже идет обвинение в коррупции, чтобы не приплеталась национальность, и так у нас очень часто бывает, да, идет обвинение против определенной силы, и тогда приплетается туда совершенно ненужный аспект. Ну вот вы тоже сейчас упомянули о том, что у вас представители очень разных слоев общества есть и направлений в партии, в том числе, например, в правлении, вот господин Путинс, известно, что это открытый представитель нетрадиционной сексуальной ориентации, у вас в правлении есть человек с инвалидностью, и вы два сопредседателя, вы русскоязычная девушка, и второй сопредседатель... Эдмунд Сепаритис. Да, Эдмунд Сепаритис, он латышскоязычный, соответственно, юноша. Иногда возникает такая даже мысль, что вы специально это делаете, чтобы как можно сильнее расширить представительский круг. Есть такое немножко, что вы специально выбираете людей из разных каких-то аспектов? На самом деле не то, чтобы мы кого-то выбираем, мы поддерживаем, люди приходят к нам и расширяем нашу команду, но я не скажу, что мы не думаем о том, чтобы представить в политике людей, которые менее представлены. Это осознанные во многом решения, например, решения, когда на сеймовские выборы у нас лидерами списков во всех регионах были женщины, то есть у нас была замечательная команда, в целом почти 50 на 50, но вот лидерами у нас были женщины. Мы не говорим, что это случайно происходит, но у нас действительно разношерстная команда, и к нам приходят люди очень разные, но мы просто видим, что у нас на самом деле интересы у всех одни, и ценности одни. И, извините, кушать хочется всем, и бедность, и неравенство у нас в стране, и проблемы с образованием, и с медициной, они касаются абсолютно всех, вне зависимости от национальности, ориентации и всего остального. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефоны прямого эфира, номер ватсапа 2-3-0-6-1-91, гость студии и соприседатель партии прогрессивной Антонина Нинашева. Вот понятно, что пока вы не находитесь во власти, еще не представлены в парламенте, с одной стороны вам тяжело, с другой стороны вам может быть легко в том плане, что вам еще не нужно идти на эти компромиссы, на которые сейчас идут партии правящей коалиции, или может быть на компромиссы с избирателями. Вот если дело дойдет до каких-то компромиссов, как объединить, казалось бы, необъединимое, потому что вот та же реформа школ нацменьшинства и билингвального образования, которое вы тоже знаете не понаслышке. Вот если спросить, не знаю, людей на улице, что те, кого это интересует, то есть те, кого дети ходят в эту школу, не знаю, бабушки, дедушки, они переживают, это их беспокоит. Но если взять латышскую часть общества, для них вообще этой проблемы нет, поскольку их дети ходят в латышскую школу, учатся на родном языке, они, конечно, реформу поддерживают, но только поскольку она не касается этих латышских школ. Если бы дело дошло до реализации кое-каких пунктов других партий, где они говорят, ну давайте мы сейчас объединим латышскую школу с русских, всех перемешаем, я так утрирую чуть-чуть, да, и все, и вот случится интеграция. Вот как здесь быть, как вот объединить два вот таких совершенно, ну лагеря, не лагеря. Так это вопрос по школам или вопрос как с партиями договориться? Это даже вопрос и вашей партии, потому что, ну, рано или поздно, там, например, накануне, там, в следующих выборах вам спросят, что вы собираетесь вот делать вот с этой проблемой. На самом деле вот то, что вы обозначили очень правильно по поводу того, что одних это просто не волнует, потому что это их не касается. Мы считаем, что так, ну, не может быть, чтобы нас не волновало то, что происходит с определенной частью общества, да, будь то вопрос отобрать пенсию или вот сейчас пособие по безработице, да, что или у детей обеды в первых классах, да, ну, если у меня, мол, нету ребенка, да, первоклассника, то меня это не волнует. Но так же самое это не должно быть и с реформой образования, если эти школы отдельно и здесь. Мы больше выступаем, конечно, за объединение систем как таковых, потому что, если мы хотим построить общество, которое заботится, где людей волнует судьба, значит, их сограждан и так далее, то мы не можем жить в разделенной системе и продолжать ее поддерживать. Вот, поэтому в этом плане нам нужно идти на то, чтобы объединяться. Вопрос языка, он, это вопрос отдельного разговора, потому что, если уж мы говорим об образовании, то есть, нельзя говорить, ну, говорить только отдельно о языке образования, не говоря о качестве и о том, в каком стиле преподается и какие педагоги работают. То есть это много моментов. Да, у нас есть звонок в студии, давайте его примем. Доброе утро. Доброе утро. Алло, доброе утро. Да, ну... Сорвался, к сожалению. Я вас хотел спросить по поводу образования, потому что я с большим интересом читал вашу программу, и именно часть про образование очень... То есть цели поставлены очень, ну, на мой взгляд, лично правильные, очень благородные в плане и компетентностного образования, и объединения систем и так далее, и так далее. И они даже, поправьте меня, если я ошибаюсь, они во многом совпадают с той самой преснопамятной Скола-2030, такими же целями, которые тоже очень близко к тому идут. Но, как всегда, вот этот такой красивый, абстрактный, идеализированный вопрос, он упирается в чисто практическое применение, потому что нет финансирования, нет учителей, нет возможности переделывать учителей, потому что они уже привыкли преподавать по-старому, и многое количество... А, я уже вижу, что вы со мной не согласны. Да, вы по поводу переделывать учителей. Ну, вот у меня, собственно, такой вопрос, чисто с практической точки зрения, как это реализовать, учитывая, что, ну, как минимум, точно не хватает учителей и точно не хватает финансирования школам? Да, мне кажется, это очень важный вопрос. Спасибо вам за него. На самом деле он связан еще и с тем вопросом, от которого мы ушли, как молодежь голосовать, скажем так, не заставить, а сделать их активными, да, и чтобы то поколение, которое на самом деле будет жить в Латвии будущего, чтобы оно о своем будущем заботилось. И оно связано напрямую с образованием, да. Мы понимаем, что если в школе детей учить в том, что они пассивные воспринимают, просто сидят и пассивно воспринимают информацию, то они никогда не возьмут в свои руки управление страной, да, они не пойдут и не проголосуют, они не будут участвовать, они не будут предлагать. Поэтому очень важно вот это изменение качественное в образовании. Поэтому, ну, не будем уже там идти подробностей, а по поводу учителей. По поводу учителей, действительно, ситуация, на мой взгляд, катастрофическая в стране, и она давно уже такая, запущенная, осознанно. И престиж учителей в последние 20-25 лет, ну, просто с каждым годом падает и падает. Да, то, что там пыталась миссия делать и пытается делать, это немножечко его реабилитировать. Ну, это, к сожалению, не хватает. Конечно, это очень маленькое. То, что сейчас предлагается, на самом деле программа, в которой многие профессионалы могли бы переквалифицироваться в учителей, что была бы уже вселатвийская программа вместе с сотрудничеством с Латвийским университетом. Это то, что сейчас тоже пытаются реализовать. Да, то, что пытаются реализовать. Я слышала критику насчет этой программы, что как так, теперь любой, значит, за год станет преподавателем. Ну, собственно, как миссия. Но не берется в учет то, что это не любой, то, что момент отбора, он очень важный. Он как раз-таки предоставляет то, что люди стараются конкурировать на эту должность. И получается, что автоматически престиж у профессии поднимается. Другой аспект финансовый. Безусловно, мы не можем без должного финансирования педагогов, потому что от педагогов, как мы знаем, зависит практически все в образовании в итоге. Мы не можем без должного финансирования. Но откуда его взять? На самом деле в образовании есть деньги. Так же самое, как сейчас с высшими учебными заведениями. Начинается, что это полный беспредел. Но на самом деле деньги есть. Я помню еще, может быть, помните, министр у нас был такой Тилус, который пытался сделать невозможное в образовании. Недолго. Да, совершенно недолго. Очень быстро его ликвидировали, я скажу так, как министра. Но он тогда, мне кажется, достаточно обоснованно говорил, что деньги, например, в высшем образовании у нас есть. Вопрос, как они распределены. Ну, я еще хотел немножко задержаться на образовании, потому что тоже такой вопрос. Вот вы сами сказали об отборе. И это правда, что и в МИСе очень серьезный отбор. Например, в тот год, когда я поступал, это было 200 с чем-то людей, с которых дальше прошло 20, а закончило около 16, если я не ошибаюсь. То есть это меньше 10% отбор. При том, что нам вот в данный конкретный момент, если я не ошибаюсь, в Риге не хватает около 300 учителей. 500 в среднем. 500, да. То есть по всей Латвии это, ну, за тысячу наверняка. То есть это нам нужно минимум 10 тысяч людей, которые захотят стать учителями и надеются, что из них найдется тысяча, которая останется. Я уж молчу про то, что мы как оба из миссий прекрасно понимаем, что не все, кто заканчивает миссию, остаются в учительстве даже там и сразу, и через пару лет очень многие уходят. Вопрос в том, хорошо у нас мы там, предположим, наберем какое-то количество учителей, как их удержать. Ну, на самом деле, показатели не такие страшные в миссии. В миссии показатели 55% в школе остаются и 70% под 80% в образовании. Это сразу, а потом, через пару лет. Даже потом сейчас, последняя статистика. А вы знаете, какая статистика после педагогического вуза? Кто остается в школе? Практически никто. 10% доходят, до школы начинают работать. Вы представляете, какое средство просто, ну, трата средств государственных, потому что это все бюджетные места. Поэтому это вопрос, как мы тратим те деньги, которые у нас есть в бюджете. Мы их тратим целенаправленно для того, чтобы действительно качественное образование у нас было, или мы их просто... Сейчас идет процесс, как мы знаем, нравится, самоправление нет, ну, из-за демографической ситуации объективный процесс идет объединение школ. Это да. И вот один директор от школы, которая присоединили, ну, скажем так, не очень большую школу, и он, я говорю, а кого ты вот взял из того коллектива после объединения? Он говорит, ну, так вот дипломатически тебе скажу, значит, заучу и директору школы 67. Она самая молодая, потому что заучу 78, а второму заучу, дай бог им здоровья, 82. Он говорит, скажи, кого я могу вообще, так сказать, взять, когда средний возраст учителей приближается к среднему возрасту учтеных в политбюро? 72 года. Вот, в принципе, наша реалия. Абсолютно верно, причем статистика показывает, что в ближайшие 10 лет, да, у нас в районе 40% уйдет на пенсию. Более того, ну, действительно, пора, да, уходить на пенсию, хотя я работаю с некоторыми коллегами, которые вне зависимости от своего возраста очень прогрессивные, на мой взгляд. Это значит, всегда готовы учиться и компетенции вводить и так далее и тому подобное. Конечно, есть учителя с большой буквы по призванию, да, но мы понимаем, что без смены поколения учителей ничего не изменится, да, и дети все так же будут не видеть смысла, зачем они ходят в школу, им скучно, им непонятно и так далее, потому что нет вот этого понимания между учителями и учениками. Хотя я сейчас вижу достаточно позитивные изменения вокруг меня в той же школе, где я работаю. Мы готовимся к реформам, мы их реализуем, и на мой взгляд... Ну, у меня на самом деле пару лет назад был более депрессивный взгляд на этот счет, это сейчас я вижу, я в последнее время еще очень много преподаю учителям, встречаюсь с большими группами учителей со всей Латвии, и меня позитивно радует то, что я вижу, но нам действительно физически не хватает людей. Вот еще один, может быть, вопрос, возвращаясь к политической составляющей, так можно сказать. Очень многие партии в свое время создавались, ну, с такими благими идеями и были полны надежд, но зачастую они упирались в такие циничные реалии политики. Ну, главный, ну, не хочется сказать главный, но один из основных – это все-таки финансы, это возможность достучаться до тех же избирателей, но это что-то стоит. И многие лидеры партии в предыдущие годы констатировали, что мы можем написать самую прекрасную программу, собрать самых сильных людей, условно я говорю, но если нет финансирования, мы вот через эту стену не пробьемся и вот фактически конкурировать с теми партиями, которые обладают и административным ресурсом, может быть, и множеством отделений по всей стране, и спонсорами богатыми. Ну, что ты против здесь сделаешь? Бьете по больному, да? Сразу вопрос. Нет, вообще, я даже, может быть, так переформулировал, а вообще что сделать, чтобы создать, ну, относительно равные условия игры? Может быть, так я бы… Смотреть в нашу замечательно написанную программу. На самом деле, действительно, у нас, как по отзывам и политологов, и других партий, очень хорошая программа, дописана в том числе для того, как демократизировать процесс. То есть как сделать партии и неправительственный сектор, то есть организации, сильнее. То есть это, конечно же, и СМИ. Вот потому что без этого мы просто никак. Так, если у нас партии не будут должностным образом финансироваться от государства, если у нас средства массовой информации, да, они будут действительно поддерживаться, чтобы они могли информировать и делать аналитические передачи, а не служить как бы хозяевам, да, и если у нас неправительственный сектор, то есть организации смогут быть независимыми, а не то, что там после нынешней реформы налоговой, да, у нас НВО, ну то есть неправительственный сектор, просто загибается из изображения. Вот, и мы поддерживаем активность сейчас нового президента как раз в этом направлении, да, то есть тут он как бы схож с нашей программой очень предлагает, как поддержать и демократизировать процесс, поэтому это необходимо. Но еще мы надеемся на то, что со временем изменится и меняется, и мы стараемся менять отношение к политическим партиям, как таковым. У нас очень маленький процент людей вступает в партии и участвует вообще. То есть за счет того, что мы хотим расти и развиваться и стать более массовой партией, это еще и независимость финансовая, потому что ты живешь за счет членских взносов и так далее. Даже сейчас у нас уже неплохой процент нашего финансирования, он именно из членских взносов, конечно, не... И плюс вы получили право, преодолев вот этих двух процентов, Ну это совсем на самом деле, это госфинансирование, оно очень небольшое, оно хватает на аренду только помещения, да, и даже не хватает на работник, хотя мы знаем, что успех партии – это ее люди, вот, но мы вот за счет наших членов партии и активных деятелей, в принципе, развиваемся. Поэтому мы сейчас ставим себе задачу после этого конгресса, последнего, развиваться еще стремительнее, то есть приглашаем в свои ряды всех, кто считает себя социал-демократами или зелеными, и тех, кого волнует будущее Латвии. Поэтому растем, развиваемся, и за счет этого становимся более влиятельными, а не за счет спонсоров. Да, вот этот вопрос, на котором вам задают, я думаю, не только журналисты перед каждыми выборами, ну вот у нас не все избиратели политологи, они не обязаны таким быть, поэтому если спросишь среди статистического избирателя, ну что ему приходит в голову, когда говорят вот о партии, вообще о партии? Он скажет, знаете, партий у нас очень много на такую маленькую страну, и надо вот прекратить вот эти все различия, да, каждый хочет быть лидером, видимо, в своей маленькой партии, надо объединяться. Ну вот этот вопрос, наверное, который вам тоже задают, не исключаете ли вы, ну может быть, не слияние, а создание объединения еще с кем-то? Мы никогда не говорили нет объединения, мы говорили нет объединения мне по идеологическому принципу. То есть зачем нам объединяться ради только объединения выгоды, давайте получим вот этих 5%, 6 мест в парламенте или 7, да, и что, как мы будем в итоге голосовать? Вопрос, как мы будем принимать решение, если объединяются зеленые и крестьяне, да, которые одни за вырубку лесов, да, и пестициды, а другие вроде как должны быть против. То есть это невозможно, если это не... А вдруг у вас будет золотая акция? 6-7 голосов. Да, так сказать, это иногда... Нет, нет, у нас они обязательно будут, как у прогрессивных. Вопрос, кто будет с нами в этот момент и кому... А кто сейчас на латвийском политическом горизонте вам кажется наиболее близок к вам по идеологии? Знаете, в разных вопросах разные силы. Например, если мы говорим про... Мы много раз это говорили, если мы говорим про борьбу с коррупцией, да, открытость системы и так далее, законность, то, конечно, консервативные, хотя прогрессивные и консервативные абсолютно с точки зрения прав и свобод, мы с ними на разных флангах. Но мы видим, что мы чуть ли не единственные две партии, которые не пользуются определенными грязными деньгами в политике, да. Не знаю, как там у них сейчас развиваются события в связи с тем, что они в правительстве. Ну, точнее, я знаю, но пока не детально. Вот. А если мы говорим про более там свободы и другую политику, то у нас было когда-то, в принципе, достаточно позитивный настрой на сотрудничество с движением «за», да, но после их объединения с развитием, с партией, которая декларировала за частное медицинское страхование и так далее, и потом очень быстро поменяла, буквально за пять минут до выборов, все свои позиции, ну, мы не можем доверять таким силам. Мы знаем, да, какие у них спонсоры, мы знаем, что сейчас, продвинув ИЕПСа в парламент, да, кто является там его советниками и так далее. То есть есть какие-то вещи, которые, ну, мы не можем переходить эти границы. Но мы надеемся, что такие силы, может быть, появятся, а скорее просто к нам они переходят, такие силы. Мы всегда открыты к бывшим сопартийцам, если они видят, что наша партия им больше подходит с точки зрения принципов. Вот как раз вы упомянули о развитии УЗА. Мне очень интересно ваше мнение по какому вопросу. Развитие УЗА позиционировало себя, по крайней мере, позиционировало себя вот как тоже такую достаточно либеральную партию, за личную свободу и так далее. Но когда они попали в ЦЕИМ и стали делаться коалиции, коалиция у нас достаточно разношерстная, в том числе вот опять-таки уже упомянутые консерваторы, и развитие УЗА, которые вроде как по своим программам достаточно далеко друг от друга находятся, по очень многим вопросам. И вы сами сказали, что по каким-то вопросам у вас есть общие ответы за этими партиями, по другим вопросам с другими. То есть если бы, я так полагаю, вы были в ЦЕИМ, вы не могли бы сделать коалицию как коалицию. Вы бы по разным вопросам голосовали бы с разными объединениями. Отсюда вопрос. Вообще коалиция как понятие, оно может быть уже изжило себя с вашей точки зрения? Ну, наверное, пока в той системе, которая есть, еще не до конца. Хотя в идеальном... В идеальной Латвии будущего. Да, в идеальной Латвии будущего мы действительно могли бы голосовать по вопросам, а не по тому, кто кому должен. А почему сейчас нет? Почему сейчас нет? Ну, потому что мы видим те партии, которые избраны там. Ну, а если бы вы были в этом ЦЕИМе сейчас? Я бы выступала за то, чтобы мы голосовали по вопросам, потому что я прекрасно знаю, что можно найти поддержку, например, в вопросах социальной защиты, да, и это пособий, это вопросы медицины и так далее. Можно найти поддержку среди тех же самых националистов, потому что они выступают, да, тоже за эти социальные блага и так далее. Там можно и среди националистов, там можно среди либеральных актов и стебайпар, да, развитию за... и так далее. И действительно продвинуть эти вопросы. Там же Саска невозможно проголосует в том же ключе и так далее. Действительно вопросы, которые можно продвинуть на благо общества, а не так, что мы будем договариваться и торговаться между собой и кто за что. С развитием, я сразу скажу, там проблема началась не с момента, когда они в коалицию, а с момента, когда они объединились с развитием. И когда Пабрикс, извините, декларирует очень либеральные ценности, в том числе дружбу народов и так далее, и Пабрикс у нас кандидат в премьеры. Да, вот такой вопрос, который я хотел все-таки задать. Если вас спросили, какие задачи для страны, может быть, с точки зрения вашей программы прогрессивных, вообще сейчас являются неочередными? Потому что у каждой партии есть какие-то свои приоритеты. Но то, что сейчас горящее для вас, как для политика, как для гражданина Латвии, как для молодого человека, что сейчас самое такое? Самое горящее, безусловно, это социальная безопасность, то есть проблема неравенства, наша нынешняя катастрофическая ситуация и включающая в себя здоровье, здравоохранение. Неравенство в каком смысле? В социальном плане. У нас оно не уменьшается, хотя должно было, раз уж мы растущая экономика и так далее. Вот эта иллюзия истории успеха, так называемой нашего известного премьер-министра Домбровскиса, который продолжает в Евросоюзе рассказывать. Какая у нас история успеха, и его также успешно туда избирают. Вот это та горящая проблема, потому что действительно социальными проблемами 30 лет никто не занимался в этой стране. Более того, их постоянно откладывают, откладывают. Эта неолиберальная политика, которую мы видели на протяжении 30 лет, она не привела нас к успеху. Более того, мы видим, что эти проблемы социальные не настолько затяжные, что из них уже практически невозможно вылезти. То есть мы должны кардинально поменять подход к тому, кого мы поддерживаем и для кого мы работаем как государство. И безусловно, это касается и зеленой политики, потому что это тоже, если мы сейчас не поменяем то, как мы, например, утепляем дома, или то, как мы ремонтируем что-либо, то потом уже будет поздно. И поэтому нам очень срочно нужно действительно обращать внимание на здравоохранение, потому что правильно недавно, может быть, слышали, да, лидер ассоциации врачей говорила, что без здоровья нет ничего другого. То есть и мы понимаем, что сейчас ситуация с пенсионерами, с самыми незащищенными слоями населения, даже принятие этого бюджета показывает, что те, кто говорили мы за благосостояние народа, да, на предвыборной агитации, они сейчас первым делом отбирают социальную помощь у самых незащищенных, потому что они не будут сопротивляться. Да, вы, кстати, видимо, не в курсе, оказывается, у нас же самая прогрессивная пенсионная система, у нас борьба с социальным неравенством идет, и вообще экономика на подъеме, если верить официальную заявление. Да, да, вот экономика на подъеме по показателям Добровски солюбимым, да, по ВВП на душу населения. И прогрессивная пенсионная система. Да, потому что люди-то уезжают, и на душу населения так вообще замечательные показатели, и безработица у нас очень низкая, потому что когда вот сейчас безработным предложение, да, министерство отобрать, сделать меньше пособия, они тогда быстрее на работу выйдут. Конечно, именно так эти проблемы решаются. А не то, что люди боятся уволиться, потому что они боятся остаться, да, и работают в условиях незащищенных. Не то, что люди у нас работают на неофициальную зарплату, и когда они остаются на пособии по безработице, в итоге они остаются ни с чем, да, но при этом у нас есть пособия в 6 тысяч, да, у некоторых по безработице. То есть это очень прогрессивная система. У нее одна знакомая, у нее стаж 40 лет, но там, видимо, какие-то перерывы, она собиралась выйти на пенсию, она продолжает работать, но хотела узнать для интереса, какая у нее пенсия. Ей насчитали целых 88 евро. Это не в неделю, это в месяц. Человек со стажем более 40 лет. Да, у меня вот личная ситуация, да, тоже близкий мне родственник, после инсульта в достаточно молодом возрасте, но работав активно, да, получает сейчас пенсию по инвалидности 82 евро. Да, ну, да, это не та ситуация, в которой мы, как страна, можем сказать, что мы растем и развиваемся, и что у нас есть будущее. Да, примем звонок. Доброе утро, слушаю вас. Доброе утро. Да, пожалуйста. Да, здравствуйте. Я хотел спросить вот по поводу партии. То, что мне часто кажется, что существует такая вещь, как партийная дисциплина, и индивид как бы в партии уже не существует. И мне кажется, это абсолютно ненормальным, поэтому я хотел бы поинтересоваться в вашей гости, как она на это смотрит. Спасибо большое. Замечательный вопрос о партийной дисциплине. Об индивидуальном и коллективом. Я когда слышу «партийная дисциплина», у меня сразу перед глазами даже не коммунистическая там какая-то партия, а на самом деле я работала какое-то время, известно, в парламенте, у партии «Согласие». Вот помню партийную дисциплину. Как Урбадович сказал, так все и проголосовали. Вот обсуждение вот это. Ну, это не свойственно нашей партии прогрессивной. Не свойственно, потому что люди... Ну, мы выступаем и придерживаемся сами тех же самых идеалов и ценностей, из-за которых мы выступаем в политике. То есть как можно больше вовлечения. У нас, например, на собрании правления, которое вот сегодня вечером будет новое правление собираться, у нас вовлекаются и самые обычные члены партии. У нас, как говорится, любая инициатива наказуема. Если пришел молодой новый член партии и говорит, я хочу реализовать вот эту инициативу, она точно по нашей программе, ему флаг в руки, поддержка и все возможности. Поэтому в этом плане другому не может быть. Ну, я так понимаю, скорее вопрос, условно говоря, вот у вас в Сэйме есть какое-то количество мест и какой-то вопрос, по которому часть партийцев, мнения не совпадают. Как все-таки? Потому что, когда за вас голосуют, голосуют все-таки за партию. Было бы, наверное, странно, если часть голосует так, а часть по-другому. Или не странно? Нет, на самом деле эти вопросы облегчаются, еще раз говорю, такие вопросы облегчаются, если голосуют не просто за известных людей, которые в список поставлены непонятно какой партии, а если голосуют за партию, которая представляет определенную программу и видение, куда мы движемся. Поэтому, когда речь доходит до любого спорного вопроса, он аргументируется и спорится на основе того, ага, а это нас приведет к меньшему неравенству, а это сделает здоровье наших граждан лучше, а это решит проблему качества образования. То есть по вопросам конкретным. И на самом деле в любом аргументированном, качественном, там, качественной дискуссии или в споре можно дойти до более-менее истинной, поэтому договориться, как голосовать. У нас, к сожалению, время подходит уже к концу. Наверное, такой, если очень коротко, последний вопрос я задам. Понятно, предыдущие выборы в Сейм у вас были 2%, вы набрали, это были ваши самые первые выборы, вот какой-то задел, потом выборы в Европарламент, по вашим же словам. Почти 3, но это недостаточно. Два вопроса, если можно только коротко. На следующих выборах в Сейм, на что вы рассчитываете и что произойдет, если вы вот этого порога не достигнете? Ну, для начала у нас выборы региональные, поэтому мы расширяемся как можно больше регионных отделений, поэтому будем баллотироваться в множестве самоуправлений, и за счет этого мы уже как бы свою поддержку и свой масштаб увеличим. И, конечно же, в следующий Сейм мы уже на всех парах, ни про какие 5% говорить не будем и переживать, речь идет о действительно смене политики, о 10% и выше. А если вот меньше, 6, 7 или даже еще меньше? Ну, мы сейчас не можем загадывать, что бы было бы. Ну, я имею в виду, то есть это то, о чем говорилось раньше, что множество из партий, которые появлялись, у них не получалось пройти, и они как-то пропадали. Нет, это не про нас. Мы с самого начала говорили, мы марафон готовый бежать, долгий. Мы не одних выборов партия и не двух выборов партия. Мы, на самом деле, создаем движение народное, которое направлено на то, что нам пора поменять политику, больше обращенную к людям, к социальной безопасности, и для этого это не хватит ни года, ни двух. Поэтому мы очень рады, что к нам все больше и больше приходят молодых людей, которые готовы эту политику менять и двигать на протяжении многих лет. Антонин Динаша у нас был в студии, одна из лидеров прогрессивная, и большое спасибо.